Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня у нас необычный новый формат. Мы решили объединить для вас то, что делали на втором канале, то есть переводы топовой зарубежной аналитики и авторский контент, который мы делаем на основном канале. Поэтому сразу ставьте лайк и погнали смотреть наш первый ньюс-блог крипто. Приветствуем вас на канале CryptoCommons и сегодня в выпуске. Новости по рынку биткоина. Консенсус во мнении экспертов, опасения, а также факты, которые мы видим в ончейн-данных. Новости по рынку эфира. Рост активности в сети и приближение крупного апгрейда Шанхай. Виталик Бутерин рассказывает о конфиденциальности сети эфир и о стелс-адресах. Законы и регулирование. Этим мартом Грейскейл встречается в суде вместе с комиссией по ценным бумагам и биржам. Защита средств пользователей. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк рекомендует компаниям, обладающим депозитами своих клиентов, разделять свои собственные активы от активов клиентов. Гарри Генслер ищет управы над криптомиром и предлагает к принятию новое правило. Чампинг Джао одобряет усиление крипторегулирования и считает верным недавно выпущенный Международным валютным фондом план, состоящий из пяти пунктов. Эра DeFi Пантера Кэпитал назвала самую активно развивающуюся отрасль в будущие годы. Эти и другие новости смотрите в сегодняшнем выпуске. Шесть ончейн-показателей для биткоина предсказывают целое поколение долгосрочных возможностей для покупки. Такому выводу пришла группа аналитиков Game of Trades. В своем твиттер-аккаунте они детально проанализировали каждый из этих показателей с подробным объяснением, что каждый значит. К этим показателям они отнесли следующее. Показатель тренда накопления. Скорректированный на участников поток неактивностей. Риск резервов. Реализованная цена. Очень важный показатель, о котором неоднократно говорилось на канале GlassNote. Оценка MVRV и Puel Multiple. Основной вывод аналитики делают следующий. Комбинация значений этих шести показателей аналогичным образом сигнализировали низы 2015, 2018 и 2020 годов. С момента, когда Питер Шифф и Джим Крамер сообщили о том, что рекомендуют всем выйти из своих криптопозиций, биткоин вырос около 30%. Несмотря на их пессимистичные ожидания, первая криптовалюта продолжает свое движение вверх. В начале декабря прошлого года Джим Крамер просил людей избавиться от своей «ужасной» криптовалюты. И с того момента биткоин вырос уже более чем на 33%. Те, кто совета не послушали, в настоящий момент имеют возможность продать свои монеты по самой большой цене за последние 5 месяцев. Джим Крамер известен тем, что является одним из самых известных критиков биткоина. В сентябре 2021 он активно рекомендовал всем избавляться от биткоина. Но несмотря на временное локальное сокращение цены первой криптовалюты, происходящее на момент этого заявления, сразу же после этого биткоин сформировал агрессивный бычий забег в 50% и достигнув исторического максимума. Благодаря стечению таких обстоятельств данный эффект назвали эффектом Джима Крамера. Кевин Свенсен обращает наше внимание на ожидаемый рост ставки рефинансирования и о настрое рынка в преддверии того, что в этот раз ставка будет поднята на меньший скачок. Мы наблюдаем толчок индекса S&P 500 более 1% над даунтренд-сопротивлением, длящимся более года, и люди задаются вопросом, а почему? Что ж, все очень понятно. ФРС сделала четкое заявление, что ставки они собираются поднять на 25 вместо 50 базисных пунктов. Форбс сообщили, что ФРС склоняется к тому, чтобы поднять ставку на 25 базисных пунктов. Объявление об окончательном решении от ФРС ожидается в среду 1 февраля. При этом рынки фьючерсов начинают ожидать полную остановку поднятия ставок. В настоящий момент более 40% опрошенных склоняются к тому, что ставка вообще не будет поднята. И хотя вероятность небольшая, но по крайней мере мы видим, что скорость поднятия ставок замедляется, но рынок уже готовится к полной паузе. Также Кевин Свенсен обращает наше внимание на то, что индекс стендерд N-PURS 500 впервые за очень долгое время образовал устойчивый восходящий низ. И кое-что об индексе S&P 500 на дневном таймфрейме. Каждый раз достигая даунтренд сопротивления, мы отскакиваем вниз, образуя нисходящий низ за нисходящим низом. А сейчас мы сформировали восходящий низ прямо в начале года. И это первый действительный восходящий низ во всем этом тренде. За целый последний месяц у нас не было касания линии сопротивления, образуя восходящий низ. И это может быть возможным сигналом тому, что рынок становится более уверенным в будущем. А как мы знаем, рынки торгуют на основании будущих событий. Ведущий канала CryptoZoros Джордж Танк сообщает, что рынок ожидает даже нулевое поднятие ставки. Хоть это и маловероятно по мнению Джорджа, само наличие такого ожидания говорит о том, что рынок явно ждет поворота ФРС в скорости поднятия ставок. Более того, Европейский Центробанк также сообщает о снижении скорости поднятия ставки. Давайте послушаем. Акции многих тех компаний начинают рост, даже несмотря на то, что мы слышим о многих сокращениях. И я думаю, причина является следующей. Дело в том, что приближающийся митинг ФРС, который произойдет примерно через неделю, вызывает множество спекуляций на тему того, на какой уровень ФРС поднимет ставку. И сейчас, согласно этому ожиданию, не могу сказать, кто является его автором, согласно этому опросу, 40% вероятность, что Джером Пауэлл в этот раз вообще ставку не поднимет. Мы прошли путь от ястребиных 50% базисных пунктов до голубиных 25%. А сейчас? А сейчас у нас есть схождение в том, что почти половина людей считает, что Пауэлл вообще не поднимет ставку. Это будет круто. Хоть я и не считаю это вероятным, я думаю, что это будет очень мягкое решение. Но такой настрой. Потому что у нас есть три подряд идущих фантастических отчета о индексе потребительских цен и о сокращении инфляции. Базовая инфляция также сокращается. Экономические показатели улучшаются. Позитивный настрой и сигналы к бычьему росту также видит и Бенджамин Коуэн. В своем аналитическом обзоре о полосе поддержки бычьего рынка он рассказывает о ценовом движении, которое впервые образовалось с марта 2022. Это очень интересное время для того, чтобы обновить информацию о полосе поддержки бычьего рынка. Так как у нас образовалось первое недельное открытие и закрытие над одновременно двумя 20-дневными SMA и 20-дневными EMA. За первое время с марта 2021. Более того, вот это движение выглядит достаточно завершенным. По крайней мере, до сих пор. Сложно сказать, чем закончится эта неделя. Но, по крайней мере, на сейчас у нас есть некоторая завершенность, чего не было вот здесь, в марте 2021. И даже тогда мы говорили, что несмотря на то, что преодолели 20-дневное SMA, скорее всего, мы не сможем преодолеть 200-дневное SMA. Что в конечном итоге и произошло. У нас образовался восходящий низ после непреодоления 200-дневного. И все закончилось падением. Но интересно то, что несмотря на весь хайп и все происходящее, что мы видели в 2022 году, в конечном итоге все выглядело как падающее ралли. Переходим к новостям по рынку биткоина. Вот, и также напоминаю, что на бирже BitGet идет соревнование. Вторая часть соревнования, ребят, по ссылочке в описании. Переходите, вступайте в наше соревнование. Целый месяц торгуем, получаем призы. Вступайте скорее. Торги идут во всех фьючерсных парах. То есть учет по инверсным, по USDT, по любым торговым парам. Идет учет и вот эти призы, которые мы с вами получим в конце конкурса. Призы с прошлой части конкурса тоже прессуются сюда же. Поэтому переходите, добавляйтесь как на новое соревнование. В общем, в конце этого соревнования выдадут все призы и за прошлое, и за это соревнование. Вот, я свои позиции держу. Думаю, что мы сейчас пойдем еще дальше наверх. Но дисклеймер не финансовый совет. Давайте слушать дальше, что скажут другие ребята. Согласно аналитическому сервису GlassNode, короткосрочные инвесторы забирают прибыли после образовавшегося пампа биткоина. Данных инвесторов GlassNode относит к когорте, возраст монет которых составляет до 6 месяцев. В настоящий момент данная группа инвесторов придерживается правила забирать прибыли при первой же возможности, выходя из рынка там, где получается. При этом, как отмечает аналитическое агентство, долгосрочные держатели, возраст монет которых начинается от 6 месяцев, сохраняют свою приверженность криптовалюте и не продают свои монеты. Более того, прирост количества монет в их кошельках за последний месяц увеличился и составляет более 100 тысяч биткоинов в месяц. Как подчеркивает GlassNode, это подтверждает высокую степень убежденности долгосрочных держателей, несмотря на образование бычьего ралли после столь долго продолжающегося медвежьего рынка. На дневном графике биткоина закрытие произошло над макротрендом. Что это означает для рынка, а также что нас ожидает в будущем, рассказывает Кевин Свенсон. И смотря на даунтренд биткоина, который длится с 69 тысяч в 2021 году, мы видим, что у нас есть несколько закрытий дневных свечей, которые закрылись выше этого макродаунтренда. Мы также его протестировали, мы сделали обратный тест этого даунтренда, и теперь он становится поддержкой. И на момент производства этого видео, биткоин преодолевает отметку в 23 тысячи. А сила продавца не так сильно и видна. Так что окружение, на мой взгляд, изменяется. И я думаю, что люди, по мере понимания притока новых денег в систему, которые снова направились в этот рынок, осознают, что они остаются позади, образуя фома и дальнейший рост. И хоть это совершенно не то, что действительно стоит делать, но я думаю, что это именно то, что и произойдет. И я думаю, что очень вероятно, что биткоин нацеливается вверх к отметке в 30 тысяч долларов. Мы провалились точно на уровне в 30. Теперь, может быть, мы прорвемся вверх через 30, я не знаю. Но 28800 является ключевым уровнем, начиная с 2021 года, являющийся наиболее значительным предыдущим уровнем поддержки в классическом теханализе, говорящим, что теперь это будет наиболее вероятная зона сопротивления. Очень тяжелой зоной. Очень бычий сигнал для биткоина. Как обратил внимание ведущий канала Cryptozores Джордж Танк, за последние две недели кошельки китов пополнились на огромную сумму. Давайте послушаем, что говорит об этом Джордж. И еще одна бычая новость. Еще одна причина, почему нам следует возвращаться в рынок, и почему нам следует инвестировать в крепкие активы, которые не подвергаются манипуляциями, контролю и раздуванию правительствами всего мира. И вот почему... Вот почему мы с вами используем биткоин. И вот почему киты увеличили свои активы за последние две недели на 70 тысяч биткоинов. Но не все так оптимистично смотрят на биткоин и в целом на рынке. Аналитик Гаррет Сэллоуэй, гость Алисио Растани, объясняет, почему он считает по-другому. Что меня беспокоит в истории того, что биткоин потенциально достиг дна, и почему я считаю, что он не достиг, то, что ФРС перестала печатать деньги, и по сути они забирают деньги из системы. Но все предыдущие медвежьи ранки для биткоина с 80-85% падением сопровождались стимулированием с низкими процентными ставками. В 2009 ФРС проводила политику смягчения. Так что мне довольно тяжело представить, как ФРС может начать смягчать политику, вынимая деньги из системы, и увидеть более мягкий медвежий рынок для биткоина по сравнению с предыдущими. Да, эти цели в диапазоне 9-10 тысяч вытекают из сравнения краха FTX с крахом Лемон Бразерс. Здесь много схожего. В одном случае был банк, в другом бирже. Но в обоих были деньги людей. И мы видели в 2008 году, когда произошел крах Лемон Бразерс, падение фондового рынка проистекало 6 месяцев с момента краха, а падение составило около 45%. И если мы уберем 45% от уровня, когда произошел крах FTX, то получим как раз именно этот диапазон в районе 9-10 тысяч долларов. В дополнение к этому, я думаю, это вызовет максимальный уровень боли, если преодолеем уровень в 10к. Многие ходлеры и биткоин-максималисты окажутся в максимальных страданиях, когда потенциально выбросят белое полотенце на ринг. И обычно медвежьи рынки вынуждают большинство людей выбрасывать полотенце на середину ринга. По крайней мере, на мой взгляд. Исходя из позиций и опираясь на макроэкономические показатели, поднятие ставок ФРС и показатели инфляции, я смотрю на все это и не вижу довольно обычного сценария для фондового рынка. На самом деле, я склоняюсь к тому, что фондовые рынки, достигшие вершины в 2021-м, будут падать еще 10-15 лет. Я понимаю, что это шоковое заявление, но это не беспрецедентно. Если мы посмотрим на эпоху дуткомов, то для NASDAQ потребовалось 15 лет для того, чтобы восстановиться и вернуться к уровню 2000-го года. Логика здесь следующая. Для ФРС будет, скорее, очень неудобным начать снижать ставки, пока мы находимся в процессе рецессии. Так как они помнят, что произошло при председательстве Пола Волкера, в 80-е инфляция вернулась. Поэтому, если инфляция застынет на уровне 3%, то, на мой взгляд, они не будут вмешиваться. Они оставят ставки без изменений, а рынки и экономик, вероятно, продолжат спать в рецессии, что потенциально приведет к продолжительной и затяжной рецессии. Теперь к новостям по рынку эфира. По мере роста цены эфира, количество кошельков с ненулевым балансом образовывает четкий аптренд. Согласно последнему отчету компании IntoTheBlock, количество кошельков с ненулевым балансом сети эфир создает определенный аптренд. Единственным исключением стали кошельки с количеством монет от 0,1 до 1 эфира. При этом все остальные категории показывают абсолютный рост. Еще одной очень позитивной новостью для сети эфир стала опубликованная дата запуска апгрейда Шанхай. Это обновление станет крупнейшим с момента последнего крупного апгрейда мерч. Одним из наиболее важных для пользователя изменений станет возможность вывода собственных монет из стейкинг-пулов. Еще одной интересной и важной новостью для сети эфир стала публикация Виталия Кабутерина. В своем твиттер-аккаунте он сообщил, что скрытые транзакции, обеспечивающие безопасность и приватность пользователей, станут частью сети. Уже сейчас имеются наработки, которые позволяют это сделать, но для итогового решения еще пока далеко. Данное изменение Виталик назвал последним серьезным вызовом для эфира. Переходим к законодательству и регулированию рынка. На 7 марта запланировано слушание в суде, во время которых произойдут дебаты между Грейскейл и комиссией по ценным бумагам и биржам. Грейскейл будет защищать свой интерес по запуску ETF в Соединенных Штатах Америки, что было опротестовано регулирующим органом, возглавляемым Гарри Генслером, в октябре 2021. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк выпустил рекомендации, согласно которым регулятор предлагает разделять активы пользователей и активы финансовых компаний, предоставляющих услуги пользователям, для защиты интереса клиентов. Свою рекомендацию регулятор объяснил необходимостью максимально прояснить подходы и практики к управлению финансами и сделать их максимально прозрачными. Регулятор также сообщил, что данный подход необходимо было выполнять до того, как произошла катастрофа FTX. Напомним, что слушание по делу Сэма Бэнкмана Фридо запланировано на октябрь 2023. Сэм себя признал невиновным. Гарри Генслер не отпускает идею взять крипто под свой контроль. Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам, известный своей позицией нелюбви к крипто, предлагает применять регламент по лучшему исполнению в рамках акта от 1934 года о ценных бумагах и биржах. В своем твиттер-аккаунте председатель 25 января попросил пользователей дать обратную связь до 31 марта, что они думают о этом документе. Если закон будет принят, то по новым правилам будут созданы политики и процедуры, касающиеся торговли акциями, опционами, криптотокенами и другими ценными бумагами. Правила станут обязательными для исполнения брокерами и дилерами. Чан Пенг Джао выступает в поддержку усиления контроля за криптовалютой. Недавно Международный валютный фонд выпустил документ, стоящий из пяти пунктов, направленный на регулирование сектора криптовалют. Основатель и генеральный директор биржи Бинанс в своем заявлении назвал данный документ «хорошим и крайне выгодным для криптомира, а также для бизнесов, связанных с крипто». Как заметил СИЗИ, данный документ подразумевает лицензирование, регистрирование и авторизацию криптокомпаний, работающих с криптоактивами, которые обеспечивают хранение, передачу, обмен и депозитарное хранение. Кроме того, в документе описывается необходимость разделения активов компаний, предоставляющих услуги по хранению и обработке криптопользователей, от активов самих пользователей. И в завершении выпуска несколько слов о том, что нас ждет в будущем. Pantera Capital, управляющая институциональными активами компания, опубликовала аналитический отчет, согласно которому в ближайшие годы нас ожидает эра DeFi. В отчете упоминается, что данная сфера потерпела очень значительное сокращение в течение 2022 года, но при этом сохранила огромную долю заблокированного в сети капитала. Ключевое влияние на рост данной сферы также отводится и недавно сделанному апгрейду Merge в сети эфир. Согласно плану развития сети, впереди нас ожидают очень крупные апгрейды, такие как Surge, Scorch, Verge, Perge и Splurge, как сообщает Виталик Бутерин. Сеть эфира остается самой главной для сферы DeFi, в настоящий момент содержащая более 50% стоимости заблокированных активов во всей индустрии. На сегодня это все. Спасибо за ваше внимание и до встречи в следующем выпуске. Спасибо большое всем, что посмотрели этот выпуск. Это канал Crypto Commons. Ставьте лайк, ставьте стоп, ставьте тейк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Подписывайтесь к нам в телеграм-канал обязательно и до следующей встречи. Скоро увидимся. Пока.